Дорогая церковь, мы можем присаживаться. Большое спасибо нашим левитам. Замечательное прославление. Замечательное поклонение. И я бы хотел, чтобы мы, сидя на наших местах, могли просто закрыть глаза и коротко помолиться, и попросить благословения на Слово Божье. Дорогой Господь Иисус Христос, мы просим, чтобы Ты благословил эту проповедь, Иисус. Чтобы она была сказана не в человеческой мудрости, Господь, но в силе и славе Твоей, Господь. Твоего Духа, Господь. Я прошу, благослови, чтобы оно проникло до разделения души и Духа, Господь. Именно в те сферы, Божьи, в которые Ты его направляешь сегодня, Господь. А мы, Божий, будем прислушиваться. Мы будем открывать свои сердца для Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я хочу поздравить всех с замечательным праздником торжественного въезда Иисуса Христа в Иерусалим. И знаете, сам этот праздник, сам въезд Иисуса Христа в Иерусалим торжественный, он делится на две части. Есть первая часть торжественная, та, которая сейчас была у нас. Мы славили Бога, мы поклонялись Ему, мы молились Ему. Но была еще вторая часть, часть очищения храма. Поэтому, чтобы совершить всякую правду, мы будем плавненько переходить во вторую часть. В 2009 году знаменитый дом моды, который называется Гуччи. Я думаю, все знают, слышали это название. Возможно, даже есть кто-то из нас, кто носил что-то из этого бренда. Я лично никогда, поэтому знаю только, наслышан, давайте скажем. Подал этот дом, подал иски на другую компанию, которая называется ГЕС. Это американская компания, продается эта одежда в каждом магазине. Наверное, у моих из нас есть одежда этого бренда. Суть этого иска состояла в том, что компания ГЕС на линейку своей обуви сделала логотип, который был у компании Гуччи, очень похожим. Практически с внешнего вида нельзя было понять, че Гуччи, че ГЕС. То есть, таким образом, и на своей обуви они сделали похожие узорчики, какие использовала компания Гуччи. И компания Гуччи, имея авторские права на этот логотип и на вот эти узорчики, подала в суд на эту компанию, обвинив ее в, ну давайте скажем, такой неправильной конкуренции, в нарушении авторских прав, что они якобы подделав, ну назовем это так, сделав очень похожими свою линейку обуви, лишили их клиентов. Потому что люди, которые покупали эту обувь, если ее надо было бы купить у компании Гуччи, нужно было бы заплатить тысячу, то и выше долларов, а у компании ГЕС она стоила приблизительно 100. И люди думали, а зачем платить больше, если внешне оно выглядит так же само? Зачем платить такую цену? И вот такой вот был спор о нарушении авторских прав между этими компаниями. Тема моей проповеди сегодня так и называется «Авторские права». Сегодня с вами мы имеем Слово Божье, имеем Библию, имеем Евангелие, которую нам оставил Иисус Христос. Его Слово является Его собственностью, и оно дано нам для исполнения. Также в Слове Божьем написано о том, что кто убавит, что из него или добавит, того ждут определенные наказания. А в худшем случае, там написано, что такие люди могут быть вычеркнуты из книги жизни. Бог очень строго относится к изменениям в Своем Слове. Он не допускает этого, имея на это полное право, потому что Он является Его автором. И если Бог очень строго относится, категорически строго, к изменениям в Своем Слове на страницах Библии, не менее строго Он относится к тому, когда мы что-то убавляем или что-то добавляем, в своей практической жизни. Когда какие-то вещи мы из Библии выбираем нам хорошие, а от каких-то отказываемся или наоборот. Когда мы что-то хотим исполнять, а что-то нам исполнять неудобно. И Бог достаточно категоричен тому, что мы что-то меняли, что-то подтасовывали, делали, знаете, такое свое Евангелие. Когда Иисус Христос торжественно въехал в Иерусалим после Асана, после прославления, Он пошел в храм. И в храме Он столкнулся с подобной ситуацией. Он увидел, как та модель, которая была оставлена им для проведения богослужений в храме, была нарушена людьми. Хотя эти люди находились в этом храме. Давайте скажем, оставались под этим логотипом. Давайте прочитаем. Матфея 21, 11, 13 написано. «Народ же говорил, «Сей есть Иисус», пророк из Назарета Галилейского. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Мы читаем, что люди, посещающие храм Божий, скорее всего, называющие себя верующими людьми, ключевое слово «сделали», то есть сами себе сделали. Из Божьей, заповеданной для исполнения модели служения свою модель, которая была выгодна им, которая нравилась им, которая подходила им под их взгляды, возможно, под их какие-то требования. И Божью модель, точнее, свою модель, они начали выдавать за Божью. Таких людей Бог прямо называет разбойниками, а не детьми Божьими. Дорогие братья и сестры, сегодня нам свойственно, свойственно, возможно, находясь под каким-то давлением, возможно, не имея какого-то понимания, знаете, создавать себе такое, свое Евангелие, свою модель Евангелия, которая нам подходит, которая для нас является комфортной. Но есть большая опасность, что Бог таких людей, которые создают свое Евангелие, называет разбойника. Я хотел бы, чтобы мы сегодня, знаете, затронули несколько таких моментов в нашей духовной жизни, где нам свойственно создавать свое Евангелие. И первый пункт моей проповеди называется так, придуманный Христос. Придуманный Христос. Мы говорили о том, что нам свойственно создавать свое Евангелие. И знаете, что самое интересное? Что в своем Евангелии у каждого из нас может быть свой Христос. Не тот Христос, которого описывают страницы Библии, оригинала. Давайте прочитаем Евангелие от Марка, 11 глава, и порассуждаем немножко над этим текстом, и увидим, как люди создавали себе своего Иисуса Христа. «И привели осленка к Иисусу, и возложили на Него одежды свои. И Иисус сел на Него, многие же постелали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постелали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали, «Осана, благословен грядущий во имя Господне!» «Благословенно грядущая во имя Господа Царства, Отца нашего Давида, Осана Вышних Богу!» Я хочу обратить наше внимание на очень известные факты, которые мы знаем все, о том, что в тот момент Иерусалим находился под римской оккупацией. Знаете, наверное, очень тяжело жить под оккупацией, особенно, когда это длится долгие годы, когда люди подавлены, когда людям находиться тяжело жить, когда они находятся под постоянным давлением, под постоянным прессилом. Но несмотря на это, они все равно пытаются жить и жить, но все равно эта проблема, она имеет определенное давление на этих людей. И все это время ходят слухи о том, что где-то рядом есть Иисус. Есть Иисус, который имеет огромнейшую силу. Он исцеляет, Он воскрешает мертвых, Он освобождает от демонов людей, Он повелевает штормам, а еще Его зовут Царь Иудейский. И народ на основании этих слухов решил, сам себе решил, что этот Иисус, когда придет, Он освободит их от римского, от римского Ио, от римской оккупации. Они так себе решили. И смотрите, что происходит. Иисус Христос въезжает в Иерусалим. Иисус Христос въезжает в Иерусалим. Они кричат, славят Его. Но мне почему-то кажется, что именно в этот момент у них начинают закрадываться сомнения о том, что это тот Иисус, которого они ждали. О том, что именно это тот Иисус, о котором они слышали. И причиной этому стало то, что Иисус въехал не на коне, который являлся на тот момент символом силы, и в основном римские военные скакали на этих конях, и все понимали, ну, на тот момент это было понятно, что конь является, лошадь является символом силы, а он въезжает на осленке, который на тот момент являлся символом мира. И люди, которые приветствовали Иисуса, видя, что Иисус настроен не воинствующе, а настроен мирно, начали себе додумывать. А может, это не тот Иисус? Может, это не тот Иисус, которого мы ожидаем? И знаете, по истечении нескольких дней они разочаровались в том Иисусе, видя то, что с ним происходило, потому что это был не тот Иисус, который им нужен был. Это был не тот Иисус, которого они ждали. На самом деле, Иисус Христос не разочаровывал их. Они разочаровались в нем из-за неправильного представления, из-за того, что они неправильно нарисовали себе его. И именно это разочарование произвело в них определенную обиду на него. И ровно через три дня из тех уст, из которых исходили слова Асана, начали исходить слова Распни. Ровно за три дня все изменилось. Недавно на Нетфликсе я смотрел документальную передачу с Биаром Грилсом, кто знает, это передачи про выживание в природе. Там он показывал. Я никогда такого не видел, но оказывается, сегодня есть интерактивные документальные передачи. Вы слышали об этом? Думаю, молодежь, наверное, слышала. В чем ее суть? Когда он, к примеру, должен спуститься со снежной горы, останавливается передача, и тебе предлагаются варианты. Как ты хочешь это увидеть? Чтобы он спустился с горы со страховкой, например, чтобы он спустился с горы на каких-то санках, или чтобы он просто спустился с горы на ногах. Вы знаете, когда я это увидел, думаю, ничего себе. Ну, дожились уже до того, что настолько все делают, чтобы вот все было по-нашему. Знаете же, я буду смотреть эту передачу, но буду смотреть ее так, как мне нравится. Может, я люблю более, ну, экстремально, да? А может, я наоборот люблю более, как бы, чтобы с безопасностью было. Вы знаете, готовясь к этой проповеди, я подумал, интересное, что-то похожее бывает, происходит в нашей жизни. Когда мы хотим нашего Господа, Иисуса Христа запхнуть в наше видение, так, как мы его видим. Простите, я сейчас скажу, наверное, не совсем популярные вещи, но люди, которые болеют, не все получат исцеление. Вы знаете про это? Возможно, тот, кто ожидает какого-то чуда сегодня в какой-то другой сфере, не факт, что его увидят. И такое может быть. Я знаю несколько примеров из нашей церкви, не из нашей. Я думаю, вы тоже знаете таких много. У одной сестры родился особенный ребенок с особенностями. Она обиделась на Бога. Она думала, что Бог не может такого допустить. Оставила Бога, оставила церковь, ушла жить, живет своей жизнью. Я знаю других людей, которые с началом войны ушли просто с церкви, сказав, что я не хочу. Бог не мог такого допустить. Почему Он это допустил? Почему пришли эти проблемы? И эти люди пошли себе жить, обидевшись на Бога своей жизни. На самом деле, делая хуже, на самом деле, делая хуже только себе. Знаете, но знаю другую историю. У меня есть хороший приятель. И около 10 лет назад это верующий брат служил в церкви. Он ехал в своем автомобиле. Рядышком сидела дочка трехлетняя, сзади сидела супруга, беременная вторым ребенком. Во время общения они ехали, они общались, он что-то пытался ей сказать, и услышал, что она замолчала. Замолчала. И знаете, когда он обернулся, увидел, что она без сознания, остановился, начал ее приводить в сознание, никак, доехал до больницы, врачи сказали, что она умерла. Тромб оторвался, ее жизнь остановилась. Она умерла, и ребенок второй тоже вместе. И он остался, молодой парень, бывший зависимый, с дочкой трехлетней. Вы знаете, когда я ему звонил, по прошествии, там, может, недели после этих событий, и разговаривал с ним, я говорю, ну, первый вопрос, который я ему задал, а ты как? Ну, ты как? Вы знаете, та фраза, которую он мне ответил, она осталась в моем сердце по сегодняшний день, и я не уверен, что она когда-то сотрется. Он мне сказал, ну, давайте я вам передам свой разговор. Говорит, Саня, тяжело так, что не передать словами. Но, говорит, без Бога было бы тяжелее. Вы знаете, вот эта ключевая фраза, без Бога было бы тяжелее, мне кажется, играет для нас важнейшую роль. Иногда Бог не сможет сберечь нас от каких-то обстоятельств, которые придут в нашу жизнь. Но Он сможет дать нам силы пройти сквозь эти обстоятельства. Он нам сможет дать силы пройти сквозь эти трудности не в зависимости от того исхода, который нас ожидает. заканчивая этот пункт, дорогие братья и сестры, дорогая церковь, я бы хотел сказать, нам подытожить, давайте скажем, этот пункт, что есть большая опасность придумывать себе Иисуса в своем воображении, опираясь на какие-то свои проблемы, трудности, боли. Пусть Бог нас сбережет. Потому что потом наше сердце ожесточается, когда мы не получаем то, чего ожидаем. И буквально может пройти короткое время от осаны до распни. Самое интересное, что те люди, которые обиделись на Христа, они слышали о Христе, они слышали то, что Он делает, но сам Христос им не говорил, что Он их спасет, что Он им поможет. Он лично им не говорил. Они сами себе так решили на основании какой-то общей информации. Дорогие братья и сестры, если вы получили откровение от Иисуса Христа, что Он сделает какое-то чудо в вашей жизни, послушайте, верьте, держитесь за Него зубами, руками и ногами. Но если вы просто себе так надумали, понятное дело, что нужно верить, но оставьте какой-то шанс на то, что может что-то пойти по-другому. И пусть будет так, как, знаете, молился Иисус Христос. Господь, пусть будет воля Твоя, а не моя, но лучше пусть минет меня чаша сия. Пусть Бог благословит нас в этом. Второе. Придуманный характер. Читаем Евангелие Марка, тот же текст 11, 7, 10. И привели оселенка к Иисусу и возложили на Него одежды свои. И Иисус сел на Него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали, «Осана, благословенно грядущий во имя Господня, благословенно грядущая во имя Господа Царства Отца нашего Давида, осана вышних». Иисус, зайдя в Иерусалим, передвигался на осле. И мы видим, как Библия описывает, как под ноги Иисуса Христа постилали одежды, постилали ветви, тем самым пытаясь дать Ему шану, прославить Его. Знаете, буквально недавно я приехал в наш Матышин, там, где находится наш репцентр, и у нас там сейчас наводят порядки. И много кустов срезают, и наши братья помогают в этом. И я, проезжая, увидел кучу кустов этих, нарезанных. Я остановился, прям, знаете, взял охапку и так расстелил перед собою и попробовал пройти по ним. И знаете, что я понял? Что когда тебе под ноги кидают какие-то тряпки и кидают какие-то кусты, идти-то не совсем-то удобно. Идти не совсем хорошо. Я раньше никогда не задумывался об этом, читая этот текст. Я думал, что это что-то прям то, что Иисусу нравилось. Но знаете что? Это то, что утрудняет путь. Это то, что становится препятствием. Вы сейчас, конечно, мне скажете, так Иисус Христос же ехал на осле. Наверное, в том-то все и дело, что Иисус ехал на осле. И знаете, я осмелюсь себе сказать о том, что если Иисус, ой, если осел являлся символом мира, то возможно. Знаете, для нас мы можем извлечь такой урок, что измененные Богом качества нашего характера могут помочь нам пройти через любые препятствия, которые нам встречаются на дороге, которые нам могут создавать люди, которые просто могут быть созданы какими-то обстоятельствами. И именно измененные, я хочу сказать, измененные Богом. И мы сейчас посмотрим на несколько таких моментов из Библии. Давайте вспомним Моисея. Очень хороший пример. Моисей, который имел в сердце желание служить Богу, имел желание в сердце помочь израильскому народу, евреям. И вы помните, когда была ситуация, когда он убил египтянина. Он был вспыльчивый, он не смог удержаться, и он убил человека. И после этого ему пришлось много-много лет ходить по пустыне, пока его сердце не изменилось, пока он не стал кратчайшим, пока он не смирился перед Богом. И Бог только тогда его призвал на служение. А я думаю себе, Господи, а что ты его раньше не призвал? Ну что столько времени прошло? Что евреи столько лет сидели в плену, находясь в рабстве из-за одного человека? Пока он, видите ли, не изменится. Да потому что, если бы не египтяне их поубивали, этих евреев, то где-то бы Моисей бы сам бы их поубивал, понимаете? Когда они чверлили, чверлили, то, что они там делали в пустыне, он бы сам их поубивал, и на это бы его служение закончилось. И насколько важно, знаете, иметь измененный характер. Потому что наш измененный характер, он дает нам возможность, Бог через него дает нам возможность проходить различные трудности, идя к самой главной цели своей жизни, к ее концу, и к встрече с Господом, Иисусом Христом. Но когда Моисей изменился, Бог начал его использовать и вывел людей из Египта. Знаете, возможно, сегодня кто-то не может понять, а почему наши родственники еще не спаслись? То ли Бог, может, как-то не спасает их. А, не, команда евангелистов в церкви плохая, они просто не пришли и не из-за евангелизировали. А если из-за евангелизировали, то плохо это сделали. Знаете, а я себе думаю, а может мы, как в случае с Моисеем, может Бог их не спасает по другой причине, потому что через наш нехороший характер, через его нехорошие стороны закрывается Божья любовь, Божий свет. Может же быть такое? Может. Друзья, нам нужен измененный характер. Мы не должны смиряться с тем, кем мы есть сейчас. Библия говорит, что святой да освящается еще. Изменение нашего характера это постоянный, постоянный процесс. Недавно я, разговаривая с одним братом об этом тексте, услышал, знаете, какие слова? Он говорит мне, так на трудности же Бог дает и благодать, ну, чтобы их пройти. А я говорю, да и аминь, бывает так, а бывает так, что Бог дает благодать до трудностей. До трудностей. Для того, чтобы изменить нас, чтобы потом мы просто смогли пройти то, что перед нами станет. Какой вызов? Библия говорит, коня готовят на день битвы, то есть до битвы. Конь готовится до битвы, а не в момент битвы. В момент битвы поздно. Надо или воевать, или убегать. Других вариантов нет. Поэтому пусть Бог благословит нас. Готовить коня нашего, который называется характер. Меняться, стараться становиться лучше, более добрее, больше любить людей, более смиреннее, более кротче. Это то, что нравится Богу. Это то, что будет Бог использовать в своих целях. Для достижения своих целей. Коротко скажу последний пример в этом пункте. Знаете, недавно родители одного мальчика, ну, ребенка, пожаловались нам о том, что мой сын, ну, там, в Вайбере понаписывал ему гадости каких-то. Мы провели воспитательную работу, привели сына, он попросил прощения, наказание было. И прошло уже несколько дней, знаете. И я спрашиваю у него, говорю, Леш, ну, да как ты мог вообще угрожать человеку, ну, парню? Как ты мог там что-то ему рассказывать, я тебя там где-то прихвачу за углом, побью, там, знаете, ну, угрожал на расстоянии. Конечно, хорошо угрожать, ну, такое. Угрожал. И вы знаете, меня просто убило то, что он мне ответил. Он мне говорит, папа, ну, ты ж, когда едешь за рулем, угрожаешь другим дядям? Я вам честно скажу, я давным-давно смирился с тем, какой я есть. Мне кажется, что я хороший. Я забыл, когда я последний раз, честно вам скажу, молился о том, что Бог менял мои стороны характера. Те, которые острые, те, которые ранят людей. И если бы не эта ситуация, я бы и не задумался про это. И я понял такую вещь. Во-первых, я пастор. Во-вторых, я учу людей о том, как надо, как правильно. Учу любить, учу там где-то молчать, не бурчать, а сам бурчу, знаете. И, ну, так же ж нельзя. Это то, что мешает мне, мешает моему призванию, делает меня, как бы, ну, давайте, более сосудом, ну, как бы, не в употреблении, да, который, там, не из золота, не из платины, а из дерева. Вот так. Или из соломы вообще. А хуже всего, когда мой характер производит негатив в людях, которые, которые окружают меня, как в моем сыне. Какое-то деструктивное действие. Не созидательное, а деструктивное, разрушая в нем какие-то моральные принципы. А потом я ему буду говорить, сынок, надо Бога любить, в церковь ходить. Понимаете? А он мне будет говорить, да ладно, папа, знаем мы тебя. И вот это страшно. И после этого, прошло уже, наверное, недели, две, может быть, три, как это прошло, я начал каждый день молиться. Я говорю, Господь, я понял, что у меня сердце злое. Я бурчу на людей, они мне постоянно мешают. Тот слева поехал. То есть я один эксперт, на дороге еду, самый лучший, а все остальные не умеют ездить. И я начинаю бурчать, быть недовольным, там что-то это. Понимаете? Пусть Бог благословит и сохранит нас придумывать себе, что с нашим характером все хорошо. Библия говорит нам, святой, да освящается еще. Это постоянный процесс. А еще мы должны знать и помнить, что наш характер может вредить окружающим людям. Добренька, третья, последняя, придуманная жертва. Читаем этот же текст, Марка 7, 10. «И привели осленка к Иисусу и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него, многие же постелали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постелали по дороге. И предшествовавшие и сопровождающие восклицали Асана, благословен грядущего имя Господня, благословенно грядущего во имя Господа Царства, Отца нашего Давида, Асана Вышних». Мы читаем, что люди снимали с себя одежду и постелали ее под ноги Иисусу. Но, как мы говорили в предыдущем пункте, о том, что то, что они снимали с себя и постелали под ноги Иисуса, наоборот, затрудняло его шествие, чем ему сопутствовало. Те вещи, которые они с себя скидывали, знаете, это является символом каких-то материальных ценностей, символом материальных ценностей, символом жертвы материальной, которую мы даем Иисусу. Недавно ко мне подошел один брат и говорит, «Пастор, а можно десятину не отдавать в церковь?» Я говорю, «Ну, ты вообще что хочешь, можешь делать?» «Не», говорит, «Вы меня не поняли. Вот я получил зарплату, у меня есть десятая часть, я могу ее потратить на нужды, к примеру, людей каких-то, которые находятся в проблеме, а не нести ее в церковь?» Я говорю, «Ну, смотри, есть как бы порядок, установленный Богом. Есть порядок определенный. И когда мы соблюдаем этот порядок и приносим нашу десятую часть в дом хранилища Божьего, в храм, в церковь, тогда мы получаем благословение от нашей материальной жертвы. Но если мы ее отдаем кому-то, обходя установленный порядок, то мы становимся похожими на Робин Гуда, который забирает и отдает нищим. Но как бы там ни было, Робин Гуд никогда не был хорошим персонажем. Может, кто-то так и думал. Он был преступником, он был разбойником, потому что он воровал, он крал. Библия говорит, что люди, которые не приносят десятую часть Богу, обкрадают его. И Бог установил определенный порядок приношения в Слове Своем приносить пожертвования в дом, хранилище, в церковь. Знаете, я не буду вас пугать, я хочу сказать о том, что десятая часть, она не влияет на наше спасение, но она влияет на нашу материальную жизнь. Потому что Божье благословение в нашу жизнь приходит в материальной сфере, тогда, когда мы соблюдаем Богом установленный нам порядок. Несколько лет назад я проповедовал и говорил о финансах, и говорил о десяти, и говорил о том, что лучше десятую часть приносить Богу в церковь, чем 20% отдавать на нужды людей. Десятая часть, она будет гораздо эффективнее, больше будет благословения приходить в нашу жизнь, чем от того, что мы будем просто раздавать кому. И вы знаете, в конце служения ко мне подошла сестричка старшенькая, и она говорит, пастор, ну смотрите, я переселенка, я приехала с Луганской области, у меня нет возможности, я работаю, у меня, ну, что мне делать, как мне быть, мне не хватает ни на что. Вы знаете, я помню, я же не могу заставить людей, тем более, что это добровольное дело, но я помню, что я ей сказал, я ей сказал, говорю, что я бы на вашем месте постарался бы, насколько это можно сделать, ужаться и давать десятую часть, потому что именно от этого придет благословение, это надо не Богу, это надо не мне, это надо вам в первую очередь. Вы знаете, что самое интересное, прошло около года, и тут возле церкви меня зовет сестричка, пастор, пастор, можно я? Да, 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 слушаю вас. Она говорит, я хочу вам рассказать, вот помните, тогда вы проповедовали, помните, вы тогда общались со мной, я говорю, да, помню, я тогда принял твердое решение платить десятину, давать Богу десятину, и что? Я говорю, вы не поверите, по чуть-чуть, по чуть-чуть, Бог начал меня благословлять, у меня была пенсия, я старший человек, я не могу там найти подходящую работу, но Бог благословил меня дополнительной работой, Бог благословил хорошим заработком, сегодня могу арендовать жилье, мне хватает на все нужды, самое главное, я отдаю десятую часть Господу. Вы знаете, она рассказала свидетельство своего благословения, в Библии установлены Богом порядок, приношение жертвы, приношение десятой части, и давайте, если кто-то, например, себе решил, да, и я буду давать туда, я буду сюда давать, послушайте, давайте мы не будем придумывать, давайте мы не будем придумывать себе жертву, Бог написал порядок в своем слове, приношение жертвы, давайте встанем на наши ноги, мы будем молиться, вы знаете, сегодня мы говорили про авторское право Бога, про авторское право на Его личность, о том, что Он есть такой, какой Он есть, чтобы мы не придумывали себе своего Бога, потом мы говорили про характер, чтобы мы не оправдывали себя, что вот наш характер нормальный, хороший, такой он самый лучший, достаточно на этом хватит, нет, есть Божья модель, есть Его авторское право, и Он хочет, чтобы мы постоянно меняли, чтобы мы постоянно освещались, мы говорили про жертву, чтобы мы не придумывали себе, в Библии написан порядок приношения жертв, Богом установленный, чтобы мы Его не нарушали, знаете, мы вначале говорили про то, что те люди, которые нарушили Божий порядок, они становились разбойниками, в глазах Бога, в глазах Иисуса Христа, Он так их назвал, сегодня я хочу сказать для каждого из нас, может быть сегодня кто-то из нас стал разбойником, потому что не хочет меняться, есть какие-то грехи, кого-то ранит своим характером, может кто-то сегодня обиделся на Бога, потому что Бог не такой, каким мы себя представляли, а может наша жертва сегодня является нашей, ради нас, а не ради Господа, которая обходит Богом установленный порядок, я хочу сказать самую важную мысль, о том, что когда Иисус Христос висел на кресте, рядом с Ним были разбойники, и тот разбойник, который признался и осознал свои преступления, из категории разбойников, перешел в категорию детей Божьих, у нас сегодня есть вся возможность, дорогие братья и сестры, если где-то мы оступились, мы говорим сегодня об очищении, если где-то сегодня мы пошатнулись, в своем шествии за Богом, принять твердое решение и изменить свою позицию. Давайте помолимся. Дорогой Господь, Иисус Христос, я молю и прошу Тебя, Божий, благослови, Господь, нас, очисти нас, Господь, от наших грехов, Иисус. Я прошу Тебя, помоги нам, Боже, следовать за Тобою, не руководствуясь своим Евангелием, не создавая его для себя, Божий, не живя, Господи, руководствуясь каким-то комфортом, Господь, какими-то страхами, Иисус, а руководствуясь Твоим Словом, чистым Словом, Господь, которое Ты оставил для нас, для нашей жизни, Господь, в книге своей. Благослови, Господь, познавать Тебя, идти за Тобою, Господь, меняться, Боже, во имя Иисуса Христа, благослови, чтоб жертва Твоя, Господь, она всегда имела силу в нашей жизни, Господь, чтоб мы обновлялись, чтоб мы менялись, чтоб мы освящались во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь.